Уважаемый Сергей Викторович, уважаемые члены делегации, уважаемые представители средств массовой информации, дорогие коллеги, дамы и господа, прежде чем перейти к нашей совместной пресс-конференции, я бы хотел отметить один факт. Сейчас буквально во время наших обсуждений поступила информация, что в Российской Федерации, в городе Казань, произошла ужасная трагедия. В результате нападения и открывшейся стрельбы, в результате террористического акта, погибло и получило ранение большое количество людей, невинных людей. Самое ужасное, что это произошло в школе. По предварительной информации, из 11 погибших 9 школьников-детей. Смерть невинных людей – это всегда трагедия. Когда это касается детей, то боль, она, естественно, неимоверно усиливается. Я хотел бы выразить соболезнования, в первую очередь, всем членам семей погибших, всему российскому народу, нашим друзьям и партнерам, которые сегодня находятся в Баку, всем тем, которые получили ранения, пожелать скорейшего выздоровления. Мы осуждаем все проявления террора. И это еще раз говорит о той необходимости, что все государства, все страны мира должны объединиться против этой угрозы, против этой чумы. Я предлагаю почтить память погибших минутой молчания. Я предлагаю почтить память погибших минут. Мы сегодня очень рады приветствовать представительную делегацию Российской Федерации во главе с министром иностранных отделов Российской Федерации Сергеем Викторовичем Лавровым. Мы считаем, что регулярный обмен визитами на уровне министров вносит важный вклад в продолжение диалога и обсуждение всей широкой повестки наших двухсторонних и многосторонних отношений. Визит, уважаемый господин министр, российской делегации начался вчера. Вчера президент Азербайджанской Республики, господин Ихамалиев, принял Сергея Викторовича и его коллег. Была проведена очень обстоятельная беседа и обсуждение. Господин президент довел принципиальную позицию азербайджанского государства, а также стратегическое видение на многие вопросы двухсторонней повестки дня, а также в более широком формате вопросы, имеющие отношение к всему спектру региональных отношений. Сегодня в МИДе были продолжены обсуждения между делегациями и буквально несколько минут тому назад мы также подписали план консультации между Министерствами иностранных дел Российской Федерации и Азербайджанской Республики на 2021-2022 годы. Характер отношений между нашими странами носит стратегический характер. Характер отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией основываются на взаимной истории и имеют очень прочную основу. Важным элементом нашей общей истории является общая победа, одержанная над фашизмом. И позавчера мы праздновали 76-ю годовщину Великой Победы над фашизмом. Сегодня российская делегация имела возможность посетить один из мемориалов, посвященный победе в городе Баку. Развитие отношений, двухсторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией опирается на мощную договорно-правовую базу. В настоящее время между нашими странами существует около 230 соглашений, регулирующих разные отрасли развития между нашими странами. Естественно, данный процесс является живым. Это процесс в развитии. И в настоящее время между различными министерствами, ведомствами и структурами наших стран на проработке находится достаточно большое количество документов. И сегодня мы провели в том числе и обменениями относительно данного спектра вопросов. Из основополагающих, как пример, можно привести договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности, подписанном между нашими странами в 1997 году, Декларацию о дружбе и стратегическом партнерстве 2008 года, договор о государственной границе 2010 года и многие другие документы, которые являются основой наших отношений. Сегодня в рамках обсуждений была отмечена важность работы межправительственной комиссии, возглавляемой со стороны вице-премьеров. И последнее 19-е заседание комиссии состоялось 27 апреля всего года в городе Москве. Считаем, что имплементация договоренностей, которая была достигнута в Москве во время заседания последней рабочего заседания комиссии, она создаст необходимые условия для того, чтобы в короткий период времени наверстать то небольшое снижение темпов во взаимном торговом обороте, которое наблюдалось в 2020 году в основном из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. При всем при этом объемы были достаточно солидные, мы говорим об объемах порядка 3 миллиардов долларов. Но сегодня было отмечено, что есть хороший потенциал для роста, для развития. Наши страны очень хорошо взаимодействуют, являются инициаторами и участниками большого количества региональных транспортно-транзитных маршрутов. Ярким примером того является успешная имплементация маршрута «Север-Юг», которая уже продемонстрировала и показала свою конкурентоспособность, свою надежность, безопасность. И хорошим знаком является то, что в тяжелый 2020 год, год связанный с ограничениями, перевозки по маршруту не только уменьшились, но они несколько даже увеличились. Сегодня во время обсуждений было отмечено, что если пандемия коронавируса являлась вызовом для всего человечества, естественно, она также являлась вызовом для наших стран, но в то же время она явилась хорошим уроком для проверки прочности отношений между странами. И сегодня было отмечено с чувством удовлетворения, что наши страны выдержали данный урок и данное испытание, можно сказать, на отлично. Мы считаем, что и взаимное участие соответствующих структур наших стран с точки зрения эвакуации граждан, как уже было отмечено, организация беспрерывной поставки товаров, транзитных перевозок явились хорошим примером сотрудничества. Азербайджанская сторона благодарна российской стороне за отправку специалистов в области медицины и здравоохранения в период пандемии. На прошлой неделе поступила первая партия вакцин «Спутник Ви», что будет однозначно иметь позитивный эффект и на скорость, и на охват вакцинации населения Азербайджана и также послужит очень хорошим фактором в борьбе с данной болезнью. Традиционно отношения между Азербайджанской республикой и Российской Федерацией очень важным блоком наших отношений является гуманитарный блок, и сегодня в рамках наших обсуждений, естественно, мы затронули вопросы образования, науки, культуры, спорта, здравоохранения, молодежной политики. Также большое внимание было уделено вопросам сотрудничества между нашими странами на международных площадках, в рамках международных организаций. Мы еще раз прошлись по повестке дня, есть очень хороший опыт взаимодействия на международных площадках, когда Азербайджан и Россия поддерживают взаимные инициативы друг друга, поддерживают взаимных кандидатов на выборные должности в международных организациях. Из хороших элементов самого последнего сотрудничества нам бы хотелось отметить, что именно в период председательствования Азербайджана в движении неприсоединения заявка Российской Федерации на получение статуса наблюдателя, она прошла все необходимые внутриорганизационные процедуры, была утверждена и на следующем заседании министров иностранных дел движения неприсоединения уже формально данный процесс будет оформлен, с чем мы поздравляем наших российских партнеров. Естественно, сегодня важным блоком обсуждения являлась тема имплементации трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, России и Армении, соответственно, в ноябре 2020 и январе 2021 года. Азербайджанская сторона считает, что данные заявления служат достаточным, необходимым условием создания условий нормализации, развития в регионе и служат прочной основой для, если так можно сказать, создания и формирования новых реалий в регионе. Азербайджан четко придерживается исполнения трехсторонних заявлений, относится очень ответственно к своим обязательствам и предпринял с первого дня подписания большое количество односторонних шагов. Как пример, мы можем упомянуть и в течение короткого периода времени организацию и пропуск гуманитарных грузов через территорию Азербайджана и в течение короткого периода времени Продолжение следует...